Сюда же будут приходить молодые папы, они будут махать в окошко, а мамы будут им показывать своих детишек в окошко. В первом роддоме ремонт продолжается уже пять месяцев. Олег Грищенко приехал, чтобы лично проследить за ходом работ. По словам главы города, открыть его необходимо как можно быстрее. Что неплохо, я думаю, все равно давайте все-таки не останавливаться на достиженных результатов. Давайте на 20 ноября будем выходить, по окончанию работ полностью. Чтобы успеть в срок, придется потрудиться. На объект привлекут еще более ста рабочих. По необходимости будем работать и в ночной сумме. За оставшиеся 10 дней необходимо закончить отделочные работы и установить оборудование. Уже сегодня ясно, первый роддом составит конкуренцию перинатальному центру. Четыре-пять месяцев с учетом поставки современного нового оборудования, приблизительно где-то в районе 40-45 миллионов рублей, готовый роддом, который может принять одновременно порядка 80 рожениц. И возьмите перинатальный центр. Сколько его делают? Второй год. 1,6 миллиарда рублей и количество рожениц, которые будут там находиться, немногим больше, чем наш первый роддом. У первого роддома богатая история. Ему более ста лет. Около 300 тысяч саратовцев родились здесь. Клиника имеет лучшие показатели в области. 20 лет нет материнской смертности. Но главная особенность в том, что отделение находится на базе многопрофильной больницы. Перинатальный центр, который строят, он находится не на базе многопрофильной больницы. Это основной отрицательный момент. Представляете, беременную привезут, а там у него аппендиция. Бывает же такое, бывает. Туда бригаду везти. Все равно привезут ее сюда. И мы здесь будем оказывать ей помощь на базе этой больницы. И она будет рожать в этом родильном доме. У главы города Олега Грищенко здесь родились двое детей. Он уверен, в этой больнице сделают все, чтобы у здоровых мам появились на свет здоровые малыши. А ремонт подарит роддому вторую жизнь. Александра Сидоровнина, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова